Так. Ну, скажешь. Ну, скажем. 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 Так. Ну, скажем. Ну, скажем. Так. 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 разносторонним человеком где вы берете силы и как распределяете время чем вам больше нравится заниматься да нет но мне всем нравится больше заниматься я человек ленивые и с линию боюсь именно за сменой занятий вот собственно и все это видимо и в этом и секрет если не хочешь разлагаться там думать о еде развлечениях и пищи всякой футболе там и прочих вздоре то нужно что это делать устал другим займись чем виктор иванович а вы используете катарсис испытываете катарсис от своего творчества я не очень понимаю смысл этого слова честно вам признаюсь может быть по неразвитости поэтому не могу ответить в разуме сильно я вообще мне кажется что катарсис испытывает всего это вообще все и от окружающей жизни она меня очень восхищает вас торгать даже сейчас откуда столько энергии вообще физкультурник я не пью не курю совершал до последнего времени до переезда в центр города пробежечки всякие сейчас я заменил там другие упражнения и вот я думаю что это и есть энергии энергетические вообще я думаю что может быть от рождения не знаю мне нет точного ответа нет так не пить не курить заниматься физкультурой все банальные вещи когда выходит книга виктор иванович тысяча одна любовь никто не знает как допишу так буду напрягать издателя который вроде не против и вы так или иначе выйдет точно потому что конечно сейчас можно за свой счет продам картину и сдам книгу универсальным это хорошо быть в этом смысле какие книги вы любите читать на досуге как я уже говорил к русская классика незаменима для меня пока нет это постоянный источник и можно его этот список расширять до набокова там платонова и так далее в общем это неиссякаемый источник можно одной классикой русской обойтись как мне кажется ли то чтобы не стать дураком и не не увезть в умственном интеллектуальном отношении не увянуть я не наш творчество в целом и литературное в частности оказали медьки и владимир шинкарёв ну значительное влияние оказали я правда из детства чувствовал что я могу там что я должен заниматься этим но медьки были вот этим вот впереди идущим гигантом некоторое время потом я уже перестал чувствовать что они как-то впереди идут вот но все равно их наличие воспитание особенно вкуса у нас были очень суровые требования вкуса в начале деятельности медьков очень суровые то есть шаг лево в шаг вправо расстрел никакой слащавости цвет к цвету к цвету должен быть гармоничным изумрудочка с карпалачком запрещена какая-то яркость запрещена чрезмерная все должно быть не то чтобы сурово но строго гармонично и должно сохраняться вот при такой как бы скупости некоторые у нас был такой канон так называемый который вот это все включал ну вот не дал никакой пошлости не должно быть причем не только в картинах но и вообще высказывания в общении там сочинениях в названиях картин очень строгий вкус были такие правилки у нас когда мы собирались обвешивались картинами и каждая о каждом как на китайских таких правилках каждый говорил все что думает тем более мы выпивали в тот момент во время этих обсуждений и то есть люди становились даже агрессивными некоторые высказываниях это очень было полезно я помню что меня прям в подву газы в ганере всякие отзывы там например вася голубев мог сказать а мне тошнит от живописи тихомер вот я это до сих пор запомнил иногда думаю а не тошнит ли вася голубев не стошнит ли его всем показать эту картинку глядишь и не совершишь ошибки вообще даже студентам своем совета во время работы у себя за спиной воображать такое требовательного недоброжелатель такого который как бы уважаемый недоброжелатель вот только представишь себе такого и увидишь сразу свои ошибки так идем дальше ваших отказов много героев мужчин ну в общем мужские образы даются легко а женскими образом где выбрали такую разную богатую палитру легко ли давалось я не могу сказать что во первых я не могу похвастаться что такие уж разнообразные образы нет я боюсь не однообразные ли я все именно эту тему думаю особенно сценариях что вы даже разные должны быть разная вещь соответственно поэтому я не могу похвастаться что меня такая палитра богатая женских натур вот а брал я их конечно нелегко и конечно давались они тоже нелегко моих сочинений я имею ввиду конечно же вот а это пушкина это сукин сын конечно же мне приходилось так самому себе сказать ликовать радоваться и подпрыгивать на одном месте до потолка вот когда что-нибудь очень получается это на самом деле есть вот самый такой блаженный миг может быть наркомана что-нибудь такое испытывает да не понимает что они это делают в ущерб себе а лучше бы занимаясь творчеством и то же самое бы испытать не в ущерб себе а наоборот в продлении жизни собственно так вот тут некая аня значит благодарит меня за то за все тронут если будущего традиционных видов искусства живописи и ручной графики в нынешнем будущем мире владимир шинкарев писал что это относится к базовым потребностям человека да совершенно точно что это относится к базовым я считаю что всегда дети будут хотеть рисовать маму папу домик яблочко и прочее и это одна из на мой взгляд четырех таких неистребимых человеческих потребностей к изобразительству к сочинительству к музицированию и к представлению на публике остальное производные представление на публике даже может быть у политиков они могут быть движимы только возможности выступать не будучи даже заинтересованы вообще в политике там жириновский мне кажется что ему так нравится он настолько артистичен что вот и нормально можно ему дать какого-нибудь заслуженного там артиста россии вот поэтому вот эти вот четыре направления неистребимы и какие бы ни были компьютерные изыски все это упирается в это же самое все равно придется писать сценарии придется что-то сочинять изображать руками кисточками а уж потом преобразовывать всякими технологиями во все что угодно в 6d там или в запахе там я этого не очень люблю потому что я уже прожил большую часть жизни в другой культуре но сына своего учу что давай мало осваивает всю новую технику чтобы будучи человеком нравственным все-таки стоять преградой у всякой вот разложение без общины всякой все то что угнетает сознание важно ли для вас быть учителем передавать свой опыт умение введение введение видеть мир другим но я потомственная такой учитель у меня мама учительница причем гениальная была что-то видимо передалось и дочь тоже учит всех профессионально поэтому что-то в этом видно какая-то миссия отчасти есть но все-таки они очень хочу этим заниматься хотя умею и очень как мне кажется продуктивно и стремительно вот но мне немножко жалко энергии и времени я в это вкладываю столько энергии сколько не надо бы может быть вкладывать одной логики мало особенно когда с молодыми со всеми людьми с детьми они не всегда понимают логику но понимают например внушить и когда а внушать это знаешь нужно каким-то особым образом напрягаться и чтобы на них дошло доходит но потом ты чувствуешь себя опустошенным я например после одно время преподавал сначала детям в школе а потом ехал преподавал студентам одно и то же изобразительное всякое искусство и после детей я выходил вообще еле ноги представлял до машины доплетусь и еду значит финэк там в клуб студенческий там наоборот преподаваешь этим девицам и выходишь как на пружинах я больше получал энергии чем тратил на детей но это совершенно разное преподавание я умею так и сякну не могу сказать что я очень стремлюсь важно ли для вас быть учителем передавать свой опыт но это я вот как раз ответил почему когда вы решили уйти пать учиться то именно в мухинской училище но это была моя старинная мечта я же родился около мухинского за углом прям буквально мы с мальчишками лазали туда скульптором тырили у них карбит так называемый у нас это так называемый она есть химическое какое-то название негашонная известь что ли можно было кидать в лужу и там она пузырилась можно было делать всякие даже двигатели из этого снегашины известия всякие штуки там из них мальчишеские и вот мы на этот предмет туда лазали в мухинской я видел там все время наблюдал ну во первых само оно из себя представляет мощный такой культурный центр памятник там все впечатляет стены потолки лестницы перила буквально все сами эти студенты мне казались какими-то полубогами это девицы в свитрах и в морских ботинках там с грязными прическами мне казались какими-то ну просто совершенно неземными я тогда еще трудно было очень поступить все советского союза брали там единицы какие-то поэтому мне казалось слушайте люди это вот высшие создания а мама мне еще внушила года в четыре что нет ничего важнее чем талант и я давай рисовать через каждые 10 минут спрашиваю мало есть мне талант есть не знаю старайся ну вот я и старался мухинская было для меня таким в академии то я не бывал а в мухинском бывал и мне туда и хотелось так что вас больше всего радует жизни как не утратить с годами умение радоваться простым вещам но это на самом деле то же самое что источники энергии во первых нужно вести я извиняюсь конечно это не от художника нужно наверно слышать что нужно вести здоровый образ жизни дышать воздухом физкультурой занимать не спортом ни в коем случае там только рвут жилы жрут всякие таблетки и ставят рекорды нет просто так физкультура такая вот любоваться природой и когда у вас будет здоровое тело и здоровый дух тут же подоспеет будете радоваться простым вещам но вообще-то у некоторых дар так сразу же пустякам радоваться солнышко выглядело человек прямо я не знаю как ну вот у меня видимо было такое хотя болезненный был детстве мальчик но очень мечтательный сейчас помню рецептов не могу дать конкретных ну физкультура отжался поприседал взял два кирпича накачал мускулы я так студентов учу он шварц ниггер так себе мужчина не скажет что интеллектуал а стал почти президент почему друзья хотя бы что умеет что может что и делай вот дело не обязательно не стоять на месте не не вот это пассивное вот что всегда предлагает с телевизора ослабьтесь насладитесь там это все вот очень вредно нужно напрягаться меня вот восхищает что учу к чаю там с 11 лет мальчиков уже берут китов бить слудок сутлых чуку сутлых чулнов гарпунами бить китов вот это я понимаю радость жизни уже от тебя никуда не уйдет если хоть раз съездишь там побить китов в детстве меня отец брал на что-то подобное так на каких режиссеров вы ориентировались когда начали снимать кино если любимые режиссеры современных ну конечно я к той поре уже был дружен с александром сокуровым например ну по крайней мере водил дружбу или товарищество я боюсь называть себя другом великих там людей и уже с германом тоже меня свела судьба и с лёшей учителем и все это мне давал ориентиры такие неукоснительные поэтому конечно я на тарковского больше всего ориентировался мне хотелось именно такое кино снимать именно такое чтобы давать под к интеллектуальному напряжению каждым кадром и тогда я вывел что нет большего наслаждения для развитого человека чем повод к интеллектуальному наслаждению само это интеллектуальное напряжение интеллектуальное напряжение именно она и есть высшее наслаждение и результаты того что что-то сделал тебя получился как продукт результате этого напряжения вот наслаждение вот тогда ты почувствуешься потому что ты уподавляешься творцу и вдохновение ты есть вдыхание в тебя высшим творцом своего качества творца тебя вдохнули ты сделал и сам как бог маленький конечно но все таки какое-то мелкое божество конечно это окрыляет и делает жизнь осмысленной осознанной и хочется двигаться дальше и уж конечно не поддаваться никакой немощи там болезням ты чувствуешь как как препятствует что-то как это вдруг я не могу там отжаться сто раз а ну-ка и вот это вот неугомонность она играет во все и любимые режиссеры вот и были там кроме последних фильмов герман конечно старший и сокуров все фильмы дают повод к этому напряжению ну и конечно зрительские тоже там перед даны ли у меня по сочетанию количества и качества может даже на первом месте стоит очень люблю его все фильмы и он разный очень будут ли там съемки фильма евгений селиги на другие будут не знаю много ли их будет этих съемок но будут точно потому что у меня есть немножко на это денег который мне отпустила что адам и жаренков выделил вот такой меценат в отличие от государства я подавал заявки и уже имеем призы и кинетики на критиков и киноведов и уже был жюри окно в европу и все такое тем не менее сценариях моих никто я уверен что даже не читал вот и но и не надо значит не по другу пойдем другим путем зато мне никто не капает на мозги там никакие продюсеры я делаю как хочу и летом я конечно же начну снимать и у меня сын кинооператора и юристский сергей готов приехать бесплатно даже сниматься снимать и многие актеры из числа звезд выразили согласие сниматься даже бесплатно лишь бы у меня это вот благодаря фильму чапаев чапаев который тоже благодаря заренкова был снят и благодаря еще мои это одноклассницы и мои ученицы одной то есть могли люди совершенно частные просто желаю вложить деньги во что-то хорошее и кстати я призываю вообще всегда не устаю призвать всяких богатьев давайте деньги на кило найдите человека который кажется вам умным содержательным и который как вам кажется может сделать что-то стоящее дайте ему денег на кино потому что денег ни у кого нет и искусство это охватывает широкие слои населения это будет вам памятник настоящий кому оставить это богатство кому родня вы уверены что они вообще вас любят хоть что они оценят с собой в могилу тоже не унести вот я именно так буду поступать если вдруг стану богат и знать так как бы вы прожили свою жизнь если бы выдался шанс начать все сначала я думаю что точно так же я думаю что все беды там и все неудовольствия они были не зря я много раз пересмотрел свою жизнь и удивлялся как все связано в одну цепь причинно-следственную ничего не поменять одно звено выбросишь и все рухнет нет уж и потом чтобы ответить на этот вопрос нужно дожить жизнь до конца а я собираюсь еще пожить долго собираюсь не в моей власти но я хочу жить долго и чувствую энергию желания как можно приобрести ваша картина сладчайший вопрос приобрести их можно искрометно связавшись со мной по телефону договорившись о цене выложив из кармана деньги приложив их в майка и тут же получить любую картину не вот с картинами меня расставаться тяжело но надо как и с детьми которые вырастают и уходят от родителей так с кем бы вы хотели пообщаться из ныне живущих известных людей вообще мне так повезло что с кем хотел с тем общался вот я может быть хотел бы позадать вопросы там президенту нашему уединенно может быть вот но вообще я избегаю общения с сильными мира сего потому что у них своя ответственность они во многом зависят от неизвестных мне людей тоже таких же влиятельных как они которые не на виду и поэтому им приходится лавировать и искать компромиссы это закон жизни их могут просто смести в любой момент я поэтому их никогда не сужу и во вторых избегаю с ними очень близких знакомств но разочек поговорить я бы не отказывался мне они несколько вопросов бы позадавал просто убедиться что я думаю правильно вот даже для этой только цель так пошел ли вам на пользу режим самоизоляции вообще самоизоляция это мечта настоящего творца самый настоящий художник это монашеского типа сидел бы в келье и вообще не с кем не общаясь творил бы творил но общение все-таки нужно небольшое а у нас не такая уж изоляция при всех этих интернетах телефонах и прочим чтобы тосковать там по общению хочешь общаться общайся но вообще но мне-то почти не повлияло я сижу себе мастерской точно также целыми днями как и сидел поэтому ну кое-что сочинил уже вот в время и написал картинок некоторых и все-таки тысяча или одна любовь спрашивает некий слушатель и читатель но дело в том что любовь она не исчисляется как мне кажется вот таким образом тысячи любовей может обернуться одной и одна любых может рассыпаться как бы на тысячи и поэтому нельзя сказать но можно сказать что любая к богу а мол вот она единственная но я этого не могу формулировать так это нужно быть духовным лицом я им не являюсь видимо есть какие-то толкования что нужно любить и бояться бога одновременно не могу сказать эту категорию я пожалуй так сказать не освоил вот но и тысячи и одна одновременно это одновременно это способность к любви вот примерно так вам не кажется что все что вы делаете и живопись и кино и литература непрофессионально это уровень рассчитаны на домохозяйка значит вообще я хотел бы достучаться до сердца каждой домохозяйки лично и чтобы вас поскольку их вы еще к тому же очень много и мало того они составляют обычно главную прибыль вот мастеров эстрады там и всего этого такого для широких слоев населения предназначено искусство это как раз домохозяйки есть они все скидываются по копеечке получается богатство там всякие избыточные комфорты там и прочее творцов там типа каркорова хотя допускать что может это все фальшивые на самом деле они может долгах свет не берусь судить никого и там волочкова там или еще что-то я значит рад был бы достучаться домохозяйка тому же среди них наверняка полно каких-нибудь красавиц там о которых можно мечтать и вдруг какая-нибудь одна из них там прибежит и скажет или не одна например пол сотни и скажет виктор иванович мы мы пронзены вашим творчеством и мы и вот ешьте нас без соли и сахар что-нибудь такое рисует конечно фантазии неплохо насчет но я нарочно не ориентировался конечно на них вот насчет профессионального когда я был студентом вот когда медьки зарождались у нас это был ругательное слово то есть когда за кем-нибудь замечали и сам за собой это мир флоринский по одно время ресурсом слишком профессиональный и стал ломать в себе это качество но приобрел другой профессионализм считалось что профессиональность это значит такое засушенное что-то что жизнь должна быть в творчестве и произведениях должна чувствоваться какая-то жизнь такая что-то такое не окончательное а профессионализм признаки профессионализма это какая-то завершенность такая вот окончательность вот и мы с этим боролись и поэтому возможно что умение этой борьбы у меня осталось, и я, может, даже избегаю отчасти профессионализма. Оно меня не интересует. Если меня будут хвалить и говорить, что я высокий профессионал, я насторожусь. Я подумаю, черт, надо проверить, что там у меня за профессионализм такой завелся. И потом, а если этот вот, кто задал вопрос, хочет меня как бы обидеть, то я скажу так, что я в таких случаях, особенно когда я вижу человека, например, он мне задает такой вопрос, а при этом имеет вид ехидный такой и ожидает, что я сейчас страшно засмущаюсь там и покраснею, что пойман, как пойманный вор. И на это скажу, что мне очень нравится эпизод в фильме «Я шагаю по Москве», где полотер там такой есть, который умничает, умничает, обзывает там автора, что тут блокировщик там, и тут приходит писатель настоящий, а этот у него спрашивает, а кто это такой? Он говорит, да, это полотер, он говорит, умный очень, он говорит, ой, я его сам боюсь. Вот эти полотеры, они как бы не переводятся, и даже вот когда бывают встречи, вот какой-нибудь один полотер обязательно вылезет и начнет тебя пытаться уесть. Ну, ничего, не жалко, не жалко. Что можете сказать о текущем моменте в искусстве? Да, это вот выражение «текущий момент» было принято про политику обычно, вот в советское время так говорили. Текущий момент, конечно, тяжел, и он слишком много содержит в себе признаков апокалиптического такого движения. Очень много разрушительного в искусстве и для психики, и для морали там, и для всего того, на чем держится человек и сохраняет свое человеческое существо, собственно, не животное. И очень много разрушительного, и очень много душегубства всякого вот этого. Что не включишь, абсолютно, постоянно стрельба, делишь денег, как будто ничего нет важнее, и как будто в этом счастье, это же величайшее заблуждение. Ну, получишь ты денег, счастлив. У меня есть несколько знакомых, очень богатых людей, и я счастливее их. У меня что-то, никаких накоплений нет особых, кроме картин. Вот, я счастливее. И поэтому я... Момент тяжелый вот в этом смысле, что очень гуманизм страдает, на место глубокомыслия вылезает. Из-за того, что все товар, приобретает вид товара. Вот эта товарность, она и даже в взаимоотношениях полов, я извиняюсь, все чаще. Когда я был школьником, девчонки совсем не обсуждали, кто богатый, а кто бедный. Совсем. Обсуждали, высок ли ростом, злой, добрый, опрятный, неопрятный, умный, глупый. Вот какие-то вещи вдалеке находящиеся. Даже не обсуждали, у кого какая жилплощадь. Ну, там, у кого-то квартира, у кого-то комната. Ну, как-то считалось, что это счастье не составит. А сейчас же совсем наоборот. Сейчас все стараются материальную базу обрести моментально. Но я не сужу. Это просто замечание. Не сужу. И это отражается, конечно, в искусстве. Оно все более коммерческое. А кино, например, так и вообще ориентировка на подростков. Вот все дорогостоящее вот это технологичное кино сориентировано на подростков, на то, что они придут в зал, потому что им некуда податься, и будут там еще покупать кукурузу. В кинотеатре, значит, кукурузы, говорят, зарабатывают столько же, сколько от просмотра фильмов. И вот они так сидят, жуют эту кукурузу, смотрят. Примерно такое им и делают, какое они хотят. Чтобы там побольше эффектов, что-нибудь мордобоиды, что-нибудь там. Кровь листала, какой-нибудь напускной секс там, какие-то красотки однообразные достаточно. Вот. Ну и так далее. В общем, момент тяжелый. Очень много разрушительного. А я делю все на разрушительное и созидательное. Такой простой принцип. Взял ли с собой на небитаемый остров разрушительное или созидательное, совестно ли показать малым деткам и престарелым родителям. У меня такие критерии примерно. Я их стараюсь соблюдать. Что для вас любовь? Сладостный вопрос. И, конечно, я на него много раз отвечал. А даже те, кто меня слушает, наверное, слышали или это читали. У меня два определения есть в любви. Одно, значит, материалистическое, а одно идеалистическое. Идеалистическое – это просто, что это или награда, или наказание. Высшими силами. Тебя либо награждает за что-то, либо наказывает. Бывает, одно переходит в другое. Сначала было наградой. Прошло время. Что-то ты не ответил за эту награду, не расплатился с высшими силами. Чем-то. Так себя вел, что, в общем, они решили, что что-то не тебе слишком наградили. Тогда это оборачивается наказанием. Возлюбленная уходит, находит себе лучшего, или еще что-нибудь случается. Или она сама просто меняется. Была хорошая, стала плохая. Как у Олега Григорьева. Я жену свою никогда не брошу. Это со мной она стала плохая. А брал я ее хорошую. Такое тоже бывает. И наоборот, может быть, наказанием сначала, которое обернется наградой. Это идеалистическое. А материалистическое еще проще. Я считаю, что человек... Что это резонансное явление. Человек устроен ритмически. У него сердце бьется, планеты крутятся, у женщин циклы. И вот эти ритмы, они создают волну. Ритмы всякие. Буквально даже внешний ритм, например, сочетание больших пятен, там лба, там каких-то... Как в картине. Это составляет ритмическую картину. Значит, волна возникает. Значит, может быть, резонанс этой волны с твоими волнами. Он может быть таким в одну сторону. А как ему срезонировать? И вот этот резонанс такое чувство, все сметающее. Так срезонирует. Вот как мост рушится от того, что в ногу прошли солдаты, отрезонанс, так и разрушится. Так его охватит, что просто ничего он не может себя понять. Родину предаст, как вот в Тарасе Бульбе, там, например, или там в Золотом Петушке, сказалось бы, одно войско, второе положил, третье. Все мало, пока не клюнул в теме петух. А все что? Любовь. Вот так охватила такая любовь. Вот. Оно же сказывается, как любовь, от слова любование. Например, любование искусством. Вот я, кстати, считаю, что любование должно присутствовать, какое бы ни было современное искусство. Если там нечем полюбоваться, то это пустое, это мерзость запустения, никакое не искусство. Оно же и действует разрушительно. Когда любоваться нечем, а просто смотришь туда, такая же дыра, как и у тебя в душе, ну и пожалуйста, с этой дырой резонируй, к сожалению. Вот. А так, какой-нибудь пейзаж, природой можно без конца любоваться, языком, общение. Вот. Все это такие резонансные явления. Вот ты нового человека послушаешь и прям хочется слушать и слушать дальше, потому что резонирует. Так, ну вот еще вопрос. Виктор Иванович, вам не кажется, что ваше искусство бездуховно? Да, кажется иногда, но этот вопрос я себе задаю довольно часто. Не бездуховно ли мое искусство? Ну, помолишься Богу там, ну, как ли бездуховно, ну жалко будет, если окажется, я, не мне судить. Я, как всякий грешный человек, если я скажу, что мое искусство духовно, то это означает, что я позабыл вспомнить свои грехи. Где бы опомниться, повспоминать свои грехи как-нибудь. И тогда уже говорить, да, вот у меня духовно. Ну как, это без... Да вы что? Я сейчас вам докажу, что у меня искусство духовное. Вот. Нет, к сожалению, я не могу порадовать такими заявлениями. Я лихорадочно начинаю вспоминать грехи и думаю, что при стольких грехах, грехов, вряд ли у меня духовное искусство. Ну, нужно постараться. И вот, как бы, стремление-то у меня есть. Духовный стик, философичность. Вот. Примерно так. Вы, Тихомиров, свинья. Значит, читатель и слушатель может подумать, что это вопль какой-нибудь женщины, ожидания которой я не оправдал. Но я думаю, что это не так. Я думаю, что это кто-то из молодых актеров, которых я испытывал на артистизм. Я их просил, вот особенно детей, глядя мне в глаза, говорить, вы, Виктор Ильич, свинья! Причем с выражением. И пока у него не получится. И смотрел, с какого раза получится убедить она. И вот кто-то из них, видимо, это и написал. Потому что, ну, колесвини этого. Буду знать, что я, значит, и нет. Так. Ваше отношение к ненормативной лексике. Я, правда, грешен. У меня есть одно слово на букву «Б» в фильме Чапаев, два раза повторяется. Пара-тройка слов из ненормативной лексики в фильме Герман Ленфильм, где Герман там матюгается, и это не вырезали, даже по культуре показывали. Вот. Вообще, это такой энергетический... Я отрицательно отношусь. Одним словом, то отрицательно. Я считаю, что это выкликание беса, как говорят, что это поганые слова, и что автор должен как-то поднатужиться и найти выразительное средство обойтись без этого, как это в русской классике происходило. Но это энергетический очень мощный такой способ. Хороша она, я считаю, в бою. Вот когда нужно словом убить врага, заставить его встать на колени и вообще броситься наутек от тебя. То вот да, тут оно, пожалуй, что может пригодиться, и к тому же немножко ты опускаешься до уровня этого врага, но неважно. Вот тут можно... Это единственное, что оправдывает. А так вообще-то не стоило бы. И когда отстаивают право ненормативной лексики в литературе там и везде, то я сразу же представляю себе свою учительницу маму, которой какой-нибудь двоечник с заданной парты вдруг и посылает ее подальше. И тут же я говорю, а что, вон, в книжке написано, даже в учебнике, имею право там. А ей, гениальная учительница, нужно что-то ему отвечать. То есть, либо тоже нужно ее использовать, либо просто надрать ему уши или как-нибудь еще такое что-нибудь. А что сделаешь? Очень сложная ситуация. Моя мама, правда, справлялась. Она была очень энергетически, тоже человек, и она умела таких осадить. Даже на улице. Уличных какой-нибудь, уличную шпану умела приструнить. еще и в тяжелые времена, еще и когда полно ее было этой шпаны. В общем, мое отношение в целом отрицательное. Хотя, вот даже я сейчас один рассказ написал. Некоторые умеют, люди, удивительно, матюгаться обаятельно. Например, тут же Борис Гребенщиков, правда, в личном общении бывает очень красиво как-нибудь матюгнется. Но в узком кругу, наверное, ничего. но и редким людям и в редких случаях. Но в целом я против. Так, последний вопрос, между прочим. Как воспитывать детей? Допустимо ли их иногда лупить? Я считаю, что да, допустимо. Иногда. Любящей рукой. Без садизма. Не для того, чтобы себе доставить удовольствие или утолить свою истерику личную, родительскую, которая, конечно, может быть. Вот это нужно очень строго за этим следить. Но некоторые дети ждут этого даже. Им это нужно для обнуления психики. Я просто на своем личном примере. Меня лично секли в детстве. Меня лупил отец ремнем за дело. Всегда. Мама объясняла мне, за что меня лупят. И он меня лупил. То есть ремнем несколько раз врезал мне по заднице. И я прекрасно помню, что со мной происходило. Никакого разрушения психики не происходило. Попопе он мне врезал. А происходило вот что. Я вступал во внутренний диалог. Может быть, первое в жизни. Я сам себя спрашивал, за что? Не просто орал на воздух, не понимая, что я ору, а сам у себя спрашивал, за что? И тут же получал ответ. Но ответ этот был уже, никаких сомнений у меня не вызывал, потому что я сам себе ответил. Это ора, за что? И вот эта вот способность вступить во внутренний диалог, в этой стрессовой ситуации, мне кажется, ей нельзя пренебрегать в воспитании. Но это должно быть очень редко. Нужно, чтобы это накопилось как-то. Такое право, так его высечь один раз, особенно, если это парень, ничего с ним страшного не будет. Это воспитание и мужество одновременно. Другое дело, когда это ради унижения, чтобы возвыситься как-то. Некоторые желупят, потому что дети умнее. Он чувствует, что он умнее. Дай-ка я его тогда высеку. Это, конечно, уже недопустимо. То есть, в каждом случае нужно отдельно, но не на суд, конечно, подавать. Это внутрисемейное дело. Но иногда надо потерпеть детям. Потерпи, родители, он же тебя родил. Потерпи. Потом вырастешь. Поймешь, что это было. Многие же говорили и в классике часто. Что ж ты меня в детстве-то не посекла? Что ж отец меня не посек в детстве, как женитьбе у Гоголя? А то бы я уже знал по-французски. Сейчас бы ликовал. Вот. На этом мы, значит, завершаем нашу полудискуссию, поскольку мне возразить невозможно. Тотчас же. Но можно возразить в интернете. И мы в следующий раз встретимся. Я буду читать дальше, потому что книжка у меня огромная. И всем предлагаю, кому скучновато, посмотреть фильм «Чапаев-Чапаев» в очередной раз. Просто права принадлежат не мне. Я никаких денег с этого не получу. А зато мой продюсер получит. И ему будет не так обидно, что он вложил деньги, а денег что-то не очень капает. И я считаю, что нужно поддержать этого человека, который не пожалел средств, ничего с меня не спросил потом, где, мол, деньги, где прибыль. А просто ради...